Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Мы проверим, сколько алкоголь. Мы проверим, все проверим, обязательно. Девушка себя назовет, кто она есть и что. Обязательно. Все проверим. Работаю, скажите. Телефон будет сообщить? Далее, сзади с вами. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вы будете сухая медицина согласия в действительности и на состоянии опьянения? Да. Медицина согласия в действительности. Хорошо. Переводим. Больше сообщений? Нет. Я ей несколько раз задавала вопрос. Сказала, что дальнейшее ее умолчание будет расстояниться. Отказ. Девушка молчала. Я заявила желание пройти медицинское свидетельство. Это Горина. При медицинское свидетельство нужно сделать запись пройти медицинское свидетельство. Печатанными буквами написать согласие либо отказывать. Письмо зафиксировано, чтобы согласны либо отказывать. Каковы? Здесь написано, что вы отказались от прохождения свидетельства на месте с помощью технических средств. Дальше. Вместе медицинское свидетельство. Это ЦБ. У. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас проходят рейды у вас постоянно И вот последний рейд, может быть, по нему вы скажете результаты его и какое будущее вообще? Спасибо за вопрос. Хотелось бы довести сразу, что данная ситуация нам необходима для того, чтобы локализовать пьянство на дороге, ввиду того, что у нас ДТП, последние два ДТП, которые произошли, участники были заключены в состоянии алкогольного опьянения. То есть ДТП, которое произошло на коммуне рейдами, там где грузовой автомобиль совершил наезд на экскаватор-погрузчик, подтвержден факт управления данным водителем в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому эти рейды, они в принципе были запланированы. Операция нетрезвого водителя, она проводится по приказу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области и дни ее регламентированы. Поэтому у нас уже был 5 ноября, 28 октября, 15 и еще планируется 28. Это те плановые мероприятия, которые мы проводим. Операция нетрезвого водителя. О проведении данного мероприятия мы заранее формируем средства массовой информации, дабы исключить, скажем так, нервозность и чтобы люди подошли к этому вопросу с пониманием. Потому что большое количество водителей останавливается и проверяется. Но, естественно, это создает определенные неудобства. Тем не менее, это вынужденная ситуация. Ну и вот по результатам рейда, который последний рейд мы проводили 15 числа, мы выявили 7 водителей, которые были оформлены нами по различным статьям за управление в состоянии алкогольного пения, так и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. К сожалению, спрофилактировать ДТП нам не удалось. Почему? Потому что в 3 часа 40 минут в разгаре этого мероприятия нетрезвый водитель произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. По предварительным данным водитель, виновный в данном ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, который возвращался с гулянки, с ночного бара домой. И вот в Лисинском сельском поселении произошло ДТП, в котором пострадали ни в чем не поминные люди, которые находятся сейчас в больнице. Как раз-таки вот эта пагубная ситуация нас заставляет принимать решение проводить данные рейды помимо запланированных, но и еще у нас есть желания и возможности, и мы будем воплощать их, творять в жизнь. Мы будем работать по выходным, сами создавая, корректируя работу нарядов. То есть если у нас в будни меньше всего происходит ДТП и выявляется водитель в пьяном виде, а в выходные дни мы видим, что этот показатель резко растет, значит мы будем ассентировать внимание на работу усиленных нарядов, количество нарядов в выходные дни. Поэтому помимо запланированных дней мы однозначно будем проводить такие же мероприятия, а именно усиленную работу нарядов в выходные дни, как мы проводили в октябре. В принципе всем известно, что мы в октябре проводили рейды. По результатам октября выявлены следующие показатели. Выявлено 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Это вот та плодотворная работа, которая проведена отделом ГИБДД по Кингисевскому району. То есть за месяц 50 убийц на дороге выявлено. А по-другому как убийцы на дороге, ну назвать, как сказать, и никак их не назвать. Почему? Потому что вот это ДТП и говорит о том, что люди едут утром на работу, ни в чем не поминны, и в них врезается, выезжает на встречную полосу водитель совершать ДТП. Ну ситуация трагичная очень. И мы надеемся, что те мероприятия и меры, которые мы принимаем, поспособствуют снижению данной аварийности в данном направлении. Мы делаем для этого все возможное и невозможное. Ну вот в ноябре месяце у нас половина уже прошла. Тоже есть определенные результаты. И мы видим, что нам отступать некуда и делать какие-то послабления. Поэтому будем усиляться и работать в усиленном режиме в данном направлении, чтобы исключить вот эту аварийность по вине пьяных водителей. И вот большие пожелания к гражданам. Я знаю, что очень часто люди сообщают о таких фактах. И это положительная тенденция, потому что только своевременное реагирование и профилактика вот таких правонарушений спасают чьи-то жизни и, скажем так, искореженные судьбы. Почему? Потому что много людей звонят и сообщают о выезде в состоянии алкогольного пьянения от той машины, от того-то водителя. Оттуда-то, туда-то это нам позволяет на ранней стадии отработать эту заявку и нейтрализовать этого пьяного водителя. Дабы пока он не совершил еще какой-нибудь ДТП. Хотелось бы понадеяться и попросить, скажем так, помощи у граждан наших о том, чтобы они не игнорировали, не были равнодушны к этой ситуации, а именно сообщали любой телефон 02, есть телефон 112, то есть экстренных служб, также телефон ГАИ, где у нас в дневное время находятся дежурные, при двойке 49. Эта информация, она вся учитывается, записывается и будет немедленно отработана. Поэтому большая надежда на наших граждан, чтобы они помогали в данном направлении. Ну и прежде всего себе, потому что никто и ноль, как страдают обычные люди, от вот этих вот действий пьяных водителей. Поэтому продолжаем работать, надеемся на граждан, ну и надеемся, что, в принципе, дороги Кингисевского района станут безопаснее.